приветствую вас на своем канале в гости с любовью сегодня едем московскую область смотреть дом от застройщика который построили за 45 дней хозяйка дома в конце видео обязательно расскажет и поделится с вами всеми ценами и всеми нюансами поэтому смотрите до конца и не переключайтесь ну что пойдемте в гости юля привет привет какой большой дом деревянный рассказываю июлю сколько здесь квадратных метров дом 134 квадрат метра это вместе с террасой терраса 21 квадратный метр полноценные спальня все места сколько спали 4 спали три наверху одна внизу кухня-гостиная все вместе жилой 100 квадратных метров здорово куда мы сначала пойдем юля по кругу и она же постирочная конечно хотелось бы побольше бы место а инструменты тут сама прихожая зона да и здесь у вас что такое находится скажи пожалуйста 1 1 санузел в доме один саузел надо было все-таки сделать второе на втором этаже обязательно в доме если он двухэтажный обязательно нужно предусмотреть данную комнату юля скажи пожалуйста вы ремонт делали сами вы то есть плитку выбирали муж делал сам выбирали все сами старались гармонировать весь дом у нас вообще минимализм у нас мало у нас нет шкафов у нас нет заставляемости все минимально пока еще не разбирали зону хранения а сколько в июле вообще ты живете мы здесь живем третий год третий год живете так счастье это ты делала наклейки сама делала интересное такой вот это скотч опечатка и скотч а в смысле ты сама вообще ручатом до буквы листочки сердечко все это приклеивается там на скотч водичка смывается и получается к наклеечку ого как здорово такой мастер-класс так хорошо идем дальше декоративно чтобы пропустить мостик холода чтобы не поступал комнаты и гостиной поэтому здесь вот есть дверь а здесь уже как бы можно что-то придумать так и мы идем в гостиную дарить гостиную дом у нас со вторым светом ой как много света юль а скажи пожалуйста какая здесь высота потолка смотрите как и я правильно поняла это дом от застройщика заказывали дом именно коробка дом был здесь включил свет и свай у нас дом на забирных сваях не плита не винтовые а именно забирные сваи и дом у нас именно застройщика он был только вот в цвете дерева пока второй этаж не отделывали все пока делали на первом этаже юль вопрос сколько по времени ждать такой дом ждать по времени где-то 45 дней то есть так быстро он строил каркасник каркасник считается это по финской технологии читать самый такой теплый дом и он сейчас на рынке приравнивается кирпичному дом может быть кто-то мне там скажут броню нет я выходила на интернет смотрела сколько стоят дома и из каких материалов каркасный дом приравнивается кирпичному здорова я думала что это там там год-два ждешь нет 45 дней и у тебя здорово какой бюджета у нас была ситуация такая что мы продали свои двухкомнатные квартиры это была мечта наш дом проект должен был быть вообще другой и за сутки нас там произошли форс-мажорные обстоятельства и нам пришлось синить проект потому что мы по деньгам не укладывали то есть произошли такие обстоятельства что вам за сутки пришлось поменять а тот дом был был больше по квадратных метров 150 квадратных метров только без террас там еще и террасы были ну где-то на 160 он выходил там немножко другая гостиная больше площади комнаты естественно для нас было привилегии того что там дом был со вторым цветом и мы хотели это второй свет сохранить поэтому искали проекты и вот вместе с начальницей из строительной компании мы вместе собрали то что наши за сутки наши хотелки и бюджет сколько гостиной квадратных метров примерно 25 зоны под лестницей зоны под лестницей мы не закрывали оставили открытой там планировалось в дальнейшем сделать какой-нибудь стойку туда барный такой вот холодильник туда поставить но сейчас мне кажется да место для качели прям шикарное еще и с огонечками здорово и вот этот вот белый цвет это уже красили вы сама все сама вообще весь ремонт мы делаем сами по своему бюджету появляется финансовые возможности мы закупаем материал и муж делает все сам потому что у нас были рабочие это опыт еще из квартиры что поняли что муж все это может сделать сам но единственное что по времени до выходит долго потому что у меня все лишь два выходных украшивание юля скажи пожалуйста что у вас на полу ламинат 33 класса кстати мы решили сделать здесь все таки зоны гостиной и хотелось бы чтобы поверхность не была стираем ну и все с мужем сами убирали все убирали это качественно это качественный ламинат взяли сразу на весь первый этаж чтобы везде одинаковый был да да на второй этаж пока не дали он был по скидке по большой скидке а так достаточно дорогой материал и ламинат довольна ты ламинатом муж сам укладывал да с папой вместе с моим мужчина золотыми руками мы таких любим так это я понимаю дверь на террасу о которой ты мечтала ой как красиво настя что так сейчас мы сюда тоже выйдем на улице идет снежок юля скажи пожалуйста сколько квадратных вообще метров сам участок у нас 6 соток 6 соток юля я правильно понимаю вот соседний участок это тоже под строительство такого же дома да соседи планируют строится уже забили себе кстати свали и скоро они приедут понятно так допустим вот я могу сказать что большие огна миф того что они пропускают холодно у вас тепло дома да очень многие приходят что у вас теплый пол я говорю нет теплого пола нет мы решили на этом сэкономить у нас утеплен цоколь хорошо у нас полы 200 это минеральная вата там все обработано все сделано по технологии и пол теплый даже когда было дерево пол был теплее чем когда положили ламинат 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 он все таки холоднее чем само дерево дерево оно теплее а вообще сам дом чем отапливается в конвекторах электрическими конвекторами они у нас находятся в зоне окна и в подлестнице потому что хочется чтобы были занавески в пол и поэтому на них чтобы не попадалось все таки занавески что хотя можно они предусматривают что на нибудь занавески свисать это можно ну вы не захотели себя как бы обезопасить конвектора работает у нас 1 2 комнате и прихожей то есть четыре конвектора вот на первый этаж на втором этаже практически не включая у вас очень тепло юль а высота потолка на первом этаже если знаешь здесь 262 60 хорошо так ну что рассказывай про свою кухню кухню смотрели в крупных магазинах смотрели проекты выбирали проекты под наши размеры и вот выбрали вот эту кухонку сколько стоит если помнишь если сами ящики со столешницы у нас вышло где-то восемьдесят шесть восемь шесть тысяч но я бы не сказала что прям даже совсем бюджетная иногда бывает и за 15 такие угловые можно найти так что что-то юля говорит что она бюджетная ну я понимаю что есть кухни за 600 и за миллионы за 2 но в целом есть кухни за 15 такой угловую так расскажи пожалуйста вот вижу у тебя черная мойка как выходит себе сложно с черным свет цветом сложно выходе а фасады на кухне смотрю матовые удобно нравится и хорошо вот это стекло вообще вот идет одно прозрачно можно работе смог сделать юль что у тебя интересного на кухне фартук кто клал муж муж после нового года вот в новогодние праздники то есть вот буквально недавно да и 1 и 2 числа прям уже начали выкладывать фартук все придумали с мужем на здесь были другие розетки было две розетки маловато мы решили добавить еще паразит ну вот тройные туда и вот в эту зону вот эта стойкость индукционная плита она вот не нагревается пока не поставишь определенную кастрюлю или посуду конечно пришлось потратить на новую посуду потому что была добрая готовили ну да не вся посуда подходит к индукции брали опять же приобретали мы вся техника у нас духовой шкаф и мы брали был на каких-то у знакомых или на каких-то сайтах у вас есть такой опыт уже покупать технику был да да мы когда жили в квартире хотелось хороший духовой шкаф я тогда только начинала печь пряники и мне очень хотелось чтобы качество духового шкафа вот все что не надо конвекция и чтобы он потреблял мало энергии а ты пряниками занимаешься и на продажу и для души духовку вот духовой шкаф мы взяли фирмы копперсберг рекомендую очень хороший духовой шкаф очень удобно в использовании программы выставим можно в общем я довольна ты довольна и в принципе могу рекомендовать что покупать в технику в принципе ничего страшного здесь нет и люди тоже пользуются сколько вы уже например ей пользуетесь 2 года 2 года пользуетесь отлично а расскажи про стол стол сделал из оставшейся столешницы здесь наш дизайнер сказал придумай что-нибудь чем закрыть торец в инстаграмм а это твой инстаграмм а где такое можно заказать может мне тоже нужно а то есть муж это сделал на работе да здорово у них там есть такие моменты которые может быть наделался стол и вот это же оставшись столешница столешница 6 метровая покупается и а куда вы выбросишь и хорошие же они не продашь и вот мне лучше сделать стол сам молодец юль куда мы идем дальше в комнате на первом этаже она предусмотрена для моих родителей они к нам приедут в ближайшем будущем а пока здесь игровая для дочки а здесь то есть просто игровая не спали то есть я правильно понимаю когда вы купили этот дом то есть все стены были вот такого цвета просто обшиты вагонкой сколько здесь а это имитация юль сколько здесь квадратных метров 12 квадратных метров здорово ну пойдемте дальше как мы идем на второй этаж качели мне кажется прям здесь шикарно писали сколько дочки лет дизайнерский момент хотел сохранить это вот столбы потому что в том первом проекте они тоже были здесь очень мало места и вот искали небольшой до чтобы вписался юль я правильно понимаю застройщик также сразу сделал и лестницу или вы уже сами и делали было застройщика здесь это считаете как времени потому что у всех по разному дальше мы хотим сделать стеклянные вот эти вот все вместо дерева нужно поставить и заменить лестницу но пока думаю у нас лестница выходит очень дорого потому что расположение достаточно ее мало мало для тогда если будем делать двух вашего то займет всю кухню по стене поэтому она называется забежная понятно пойдем она из сосны да здесь я так понимаю ламината на полах нету здесь дерево так здесь получается такой балкончик там здесь получается зона второго света то есть по большому счету можно было увеличить комнату за счет этого пространства можно было вообще сделать здесь комнату надо было только думать где делать лестницу вот где мы входили прям дверь была бы здесь ну очень была бы крутая лестница не ну конечно зачем крутая нам за сутки надо было решить вопрос поэтому вот что придумали то придумали отлично в какую спальню мы сначала идем здесь сколько ему лет сын уже 20 будет уход пойдем сколько квадратных метров здесь 11 квадратных метров но я поняла да что как бы постепенно по мере поступления бюджета я поняла тебя розетки все это уже было да да здесь это муж заранее все проговаривал когда строился дом все розетки под тв тоже все заранее все прогресс у нас внутренняя разводка это все делает компания располагали также под светильники розетки еще там есть то есть все моменты это можно учесть и правильно понимать это все вообще строительной компании все могут нам проговорить до мельчащих мы все проговаривали только по-другому дома там нас все устраивало и квадратура там пока не произошел момент хорошо идем дальше так юля куда теперь идем идем вашу комнату это ваша спальня с мужем так смотрю какие шторы ты сама делала до ну это надо под заказ шить пока такое решение временное комната 10 квадратных метров небольшая здесь вообще предусмотрен дальнейшем шкаф из зеркальных таких но показать я смотрю детская кроватка до до детская кроватка временно но то еще она уже здесь не спит дочек с нами конечно целых пять лет так здесь к 10 квадратных метров и здесь вот как раз таки у вас телевизор да то что ты говорила муж обговаривал про розетка также все каждая розетка под конвектор отдельно здесь идет вообще именно все конвектора это один кабель специально одна система до 1 система и он идет внизу на счету а скажи пожалуйста сейчас конвектор включен здесь нет нет здесь очень тепло и полы действительно теплые ok снизу поднимается сверху вот этот круговорот физически отлично куда идем дальше и комната бочки так тоже она сколько квадратных метров также действует они зеркала такой какая принцесса платье здесь я смотрю вы потолок как раз таки уже покрасили докрасила пыталась уже сделать в комнате какой-то дизайн но остановилась потому что спустились опять вниз и там доделала здесь будет я чертила очень пополам стену розовая серым ну да белая но однозначно да и освежает да я решила что в доме вот только светлые оттенки и даже будут светлые двери и полы на втором этаже будут именно такие же как на первом акцент и по традиции хочу задать несколько вопросов скажи пожалуйста сколько по стоимости стоил этот дом у застройщика мы строили в 2019 году обошелся на месте это свои фундамент коробка дома со скрытой электрикой в 2 миллиона 100 то есть вот этот дом вы купили за 2 миллиона 100 а такой вопрос а забор то есть это входит нет то есть забор не канализация не вода это не входит это не входит то есть просто дом с электрикой коробка но двери окна это входит 200 хорошо следующий вопрос если знаешь сколько ушло денег чтобы сделать забор канализацию в общем все остальное чтобы здесь можно было жить это я говорю цены на 2019 и уже рост цен на двадцатый год приблизительно на забор у нас обошлось на самом деле бюджетно здесь сторона соседи складывались и секс данные соседями складывались обошлось в районе 153 3 стороны закрыть и отдельно вот муж сам варил откатные ворота значит и покупал сам подключал эту всю электрику обошлось вот откатные ворота на я на в районе 35 потому что он только за электрику за моторчик и за пульты 35 а канализация не интересует канализация мне кажется это дорогостоящее такое да у нас автономная это мы ее ставили весной двадцать первого года прямо в мае месяце обошлась она на 165 тысяч это канализация автономная на 7 человек ее какая что это такое данная автономная все знаю да это пластиковая такая бочка как бы не бочка как установка пластиковая установка фирмы у нас канализация зорды это один из сейчас востребованных на рынке конечно топазы это все уже давно уходящие почему выбрали именно этот автономную локализацию потому что у ней отдельно идет электрика вот такой грибочек на участке он стоит так красиво все оформлен грибочек в этом грибочке вся электрика если вдруг переполняется канализация она не затопит электрику или допсим грунтовые воды близко тоже не затопит электрику она вот в отдельном грибочке спрятаны так важно обошлась это что-то отдельно или важно отдельно 160 тысяч еще плюс скважина доска рассказывай 160 тысяч это вот был на 21 я поняла что это 21 года скважину мы били в двадцатом году осенью тогда у нас она обошлась двести в двести в двести тридцать восемь вот так с гарантией на 10 лет это только забить скважину это это даже не разводка труб это ничего это просто скважина и просто канализация канализацию единственно подключали потому что когда нам сказали мы будем вам канализацию делать надо чтобы уже был установлен санузел юлья правильно понимаю что вот дом ты говоришь 2 миллиона сто до и примерно еще наверное нужен миллион до чтобы дом довести хотя бы дома то есть канализация забор какая-то вот разводка то есть примерно такая сумма это не считая ремонта да не считая ремонта а еще очень дорогостоящее самое до чего мы отказались это водяное отопление водяное отопление обошлось бы нам в трис это в двадцать девятнадцатом году в триста с чем триста тридцать тысяч мы считали мы от нее отказались потому что уже не указывается в этот бюджет юль тогда вопрос который хотела задать конвекторы до отопление у вас конвекторами сколько вы платите за вот свет конвектора у нас но бы почему мы их выбрать потому что они энергосберегающие и они срок срок службы у них до 15 лет большой до большой потому что если брать электролюкс или подешевле там вот эти балду они все служат три годы и у них элемент сгорает выбрали подороже опять же скажу да что на новое мы не тянули потому что новое стоит очень дорого брали опять был до люди так делали себе уже другое отопление там или газ подключали и уже не нужно было продают прям вот сколько нам было нужно попался и купили опять это срок интереснее уже работать третий год получается да мы купили сразу начинали мы можем жить в одной комнате в игровой который ничего не было поставили обогреватель и мы попали сюда в пандемию у вас уже был свою все равно дом дом был построен да но отопление не было и вот мы решили приняли решение что мы даже заезжаем без коммуникации юли ты не ответила на вопрос сколько в летний период у нас выходит 2 500 вот а в зимний где-то около 5-7 5-7 это ну я правильно понимаю в месяц все вместе я имею ввиду и плита холодильник освещение все-все-все вместе я поняла это сильный мороз отлично юль спасибо огромное что пригласила в гости я впервые в доме от застройщика что подробно рассказала по ценам я думаю многим будет интересно ставьте нам лайки задавайте вопросы я думаю юля вместе со мной по возможности будет отвечать вот пока пока ну что мы с вами побывали в гостях у юлия посмотрели каркасный дом который построили за 45 дней надеюсь юля ответила на многие ваши вопросы если они у вас еще остались задавайте их под видео ставьте лайки и конечно же подписывайтесь на мой канал хочу быстрее 20000 пока пока